Конные прогулки в сосновом лесу – отличная защита от стресса. Ученые доказали, что при общении с лошадьми мозг человека вырабатывает эндорфины – гормоны счастья, которые дарят нам позитивные эмоции, снимают боль и повышают иммунитет. Всеволожский конно-спортивный клуб проводит обучение верховой езде для детей и взрослых. Это может быть активный отдых для организованных групп, а также индивидуальные занятия при поддержке коновода, включающие посещение конюшни и кормления. Солнечный остров был организован в 1996 году, нам уже так много лет. И миссией центра является улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения с помощью лошадь. Это верховая езда, конный спорт и революционные программы, программы отдыха. Также мы занимаемся обучающими программами, сотрудничаем с УЗами, которые занимаются подготовкой специалистов в сфере адаптивного спорта и реабилитационными программами. Занятия по верховой езде проводятся в малых учебных группах или индивидуально под руководством опытного инструктора. Гости конно-спортивного клуба осваивают правила посадки и спешивания, выполняют упражнения и узнают о том, как управлять лошадью, шагом, рысью и галопом. Сначала трудно будет, потом привыкнете, а потом это в радость все пойдет. То есть жизнь сразу приукрасится, станет весело и интересно. Все лошадки Солнечного острова отличаются дружелюбным нравом и подготовлены для работы не только со взрослыми, но и с детьми. При желании стать настоящим наездником может любой. Главное – это любить животных и слушаться инструктора. Ипотерапия, например, потрясающие результаты дают детишкам с ДЦП. Они начинают сразу чувствовать свое тело лучше, включаются эти центры все. Потом аутисты тоже, они начинают общаться, то есть там изменяются. Или там кто, например, плохо говорил, начинает лучше говорить. И потом дети тоже, они эмоционально очень им нравятся лошади. Там покормить, даже просто погладить лошадку. Это колоссальная польза. Умение удержаться в седле отлично развивает координацию движений и тренирует отдельные группы мышц. С каждым шагом лошадь передает наезднику импульс, точно повторяющий работу корпуса человека при ходьбе. Это способствует устранению проблем с опорно-двигательным аппаратом. И верховая езда считается одним из наиболее эффективных методов лечебной физкультуры. Кто-то очень темпераментный, такие лошади для ипотропии не очень подойдут. А кто-то слишком ленивый, тогда будет немного сложно сдвигать с места. Но для ипотропии все-таки берут более спокойных, более возрастных лошадок. В любом случае это не молодые лошади. И подбирают удобные по росту, для того, чтобы инструктор мог придерживать садника. Иппотерапия действительно помогает решать множество проблем со здоровьем. В процессе лечения пациент не испытывает боли и дискомфорта. И, что очень важно при работе с детьми, сам хочет продолжать занятия. В зависимости от диагноза и потребностей реабилитанта, сотрудники центра помогают ему подобрать подходящую лошадь. Дети все время на воздухе, крепнут. Вот прямо видно, как они физически стали более крепкими. Им очень нравятся лошадки и тому и другому. Сначала мы начали заниматься с ребенком-инвалидом. У нас Миша ребенок-инвалид. Но потом сестренка, приезжая сюда, тоже очень как-то загорелась лошадками. Попросила тоже попробовать, ей понравилось. Теперь мы ездим сюда всей компанией. Севоложский конно-спортивный клуб – это первая организация, которая начала проводить занятия иппотерапией с детьми-инвалидами более 20 лет назад. Сегодня оздоровительный центр является соучредителем Национальной федерации лечебной верховой езды и инвалидного конного спорта России и организатором межрегиональной конференции, на которой инструкторы делятся друг с другом опытом. Официальная медицина пока еще не признала иппотерапию, и не лицензировала ее. Но многие доктора охотно рекомендуют адаптивную верховую езду как лекарство в период восстановления после различных травм. На лечебные сеансы дети приезжают вместе с родителями. И часто лошади становятся настоящими друзьями ребенка. Физически видно, что он стал крепче, просто сильнее. Координация стала получше. Видно тоже, что ходит более уверенно. И на лошади себя чувствует увереннее. Спину стал держать лучше. Вот тоже это стало очень заметно сразу, потому что сутулиться много. Сейчас вот скажешь Миша, там сядь, и он сразу такой прям всадник, наездник. Поначалу дети с особенностями развития могут испытывать перед большим животным страх и садятся в седло не с первого раза. Рядом с ребенком всегда есть помощник, который не только следит за лошадью, но и оказывает психологическую поддержку. Занятия начинаются с тихого шага. Часто верховая езда используется как дополнение к основному лечению. И такой лечебный комплекс помогает реабилитации гораздо лучше. Первые улучшения приходят быстро, и их сложно не заметить. А общий оздоровительный эффект остается надолго. Как животное, лошадь-животное все-таки пугливое, да, оно как бы и травоядное, это животное, и животное жертва, да. Очень много естественных врагов в природе. А лошадь очень хорошая генетическая память. Соответственно, лошадь, как бы, она на всякий случай боится всего. На всякий случай, чтобы выжать. Вот, поэтому, как бы, для того, чтобы лошадка вас случайно не приняла за врага и не попыталась от вас избавиться так, как она это может, а может, она это сделать, стукнуть ногой, например, или укусить. Соответственно, надо соблюдать правила подхода к этому животу. Всех, кто готов подарить заботу и внимание детям с особенностями развития, Всеволожский оздоровительный центр приглашает для участия в волонтерской работе. Для работы с людьми, проходящими реабилитацию, надо быть терпеливым, открытым и дружелюбным. О верховой езде и всем навыкам ухода за грациозными лошадками помогут обучиться специалисты конного клуба. Мы очень любим наших волонтеров. У нас есть программа, по которой мы занимаемся подготовкой волонтеров. Она действует круглогодично. На нашем сайте есть информация, сайт «Солнечного острова», так можно через любой поисковик найти. Мы готовим и волонтеров для проектов и реабилитационных, а также есть хорошая программа по подготовке вожатых для летних лагерей, круглогодичных лагерей. Мы тоже уделяем этому немало внимания, потому что считаем, что подготовленные специалисты, они как раз создают детям хороший качественный отдых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова